Интимная близость в эти 9 месяцев отличается от того, к чему вы привыкли, что не делает ее хуже. Можно ли заниматься сексом во время беременности? Если беременность протекает без осложнений, нет ни единой причины отказываться от радости любви. Пенис не проникнет дальше вагины и никоим образом не навредит ребенку, надежно защищенному мышцами матки и околоплодными водами. Опасения по поводу того, что секс может вызвать преждевременные роды, также беспочвены. Правда, в третьем триместре оргазм может привести к ложным схваткам. Но они считаются нормой, нисколько не вредят организму и, наоборот, готовят его к родам. Однако в определенных случаях доктор все же может посоветовать вам воздержаться от интима. Как правило, такая рекомендация звучит при следующих осложнениях. Это угроза выкидыша, вагинальное кровотечение, утечка околоплодных вод, ранее раскрытие шейки матки, предлежание плаценты. Также противопоказанием сексу считается многоплодная беременность. Что нужно учесть при сексе во время беременности? Ваше тело и гормональный фон во время беременности меняется, а это ведет к следующим явлениям, которые приходится учитывать. Скачки, либидо. Зачастую оно резко снижается в первом триместре. В организме идет активная перестройка, и сексуальное желание подавляется токсикозом. Во втором триместре самочувствие приходит в норму, а тяга к интиму может даже обостриться. В третьем триместре физическая близость полезна, поскольку, как уже говорилось выше, оргазм помогает подготовить тело к родам, а дополнительные выбросы окситоцина снимают тревожность. Повышенная чувствительность. Грудь, клитор и вагина во время беременности набухают и становятся более чувствительными. С одной стороны, это обостряет удовольствие, с другой – чревато болезненными ощущениями, поэтому партнеру следует быть более чувственным и нежным. Неудобство привычных поз. Придется на время забыть об акробатических трюках в постели и агрессивном сексе с глубоким проникновением. Даже обычная миссионерская поза может стать некомфортной. А после 20 недели бутерброд рекомендуют исключить из сексуального меню. Все дело в том, что в таком положении потяжелевшая матка давит на сосуды, затрудняя кровообращение. К счастью, есть много других вариантов. Ваши предпочтения могут меняться в зависимости от срока беременности. Но в первую очередь попробуйте позы, в которых риск дискомфорта или болезненных ощущений минимален. Первое – ложки. Рекомендации по срокам. В положении, когда женщина лежит спиной к мужчине, удобно заниматься сексом на любом сроке. Но особенно вы оцените позу в третьем триместре. Из-за подросшего с живота вам сложно будет находиться лицом друг к другу. В позе ложки удобно ласкать клитор и грудь партнерши. А проникновение не будет глубоким, что снижает риск задейшей куматки, которая становится крайне чувствительной в период беременности. Второе – лежа лицом друг к другу. Вам будет удобно экспериментировать с углом проникновения и заниматься медленным чувственным сексом. Особая прелесть в том, что вы можете смотреть друг другу в глаза, поддерживая эмоциональную связь. А чтобы вам было еще комфортнее, подложите под живот небольшую подушку или свернутое полотенце. Третье – доги стайл. Рекомендации по срокам. Доги стайл хорош в любом триместре, но на последних сроках беременности он почти незаменим. Колено-локтевая поза снимает нагрузку со спины и поясница, а именно в этих частях тела многие испытывают боли во время беременности. Кроме того, снижается давление на мочевой пузырь. Женщина может просто расслабиться, предоставив всю инициативу партнеру. Для дополнительного комфорта можно положить подушку под грудь или живот. Мужчине рекомендуется действовать нежно и осторожно, поскольку поза допускает глубокое проникновение. Важно не слишком увлекаться, чтобы не причинить беременной партнерше боль. Четвертое – у стены. Рекомендации по срокам. Заниматься сексом у стены можно до тех пор, пока женщина не испытает перегрузок. На больших сроках при крупном плоде будущей маме может быть тяжеловато и захочется прилечь. Вариация на тему «мужчина сзади» – это шанс для будущих родителей пошалить и заняться быстрым сексом. Плюс в том, что женщине в данном случае проще контролировать глубину проникновения, а упор на стену позволяет удобно распределить нагрузку. Пятое – наездница. Рекомендации по срокам. Отличный вариант для первых и двух триместров. На поздних сроках женщина становится сложнее активно двигаться из-за большого живота. Поза наездницы идеально подходит почти всем беременным, поскольку не создает давления на живот и позволяет будущей маме самой устанавливать подходящий для нее ритм и находить наиболее приятный угол проникновения. Чтобы достичь оптимального баланса, можно опереться руками сзади или спереди об изголовье кровати. При этом мужчине ничто не мешает ласкать грудь и другие эрогенные зоны партнерши. Шестое – обратная наездница. Не лишайте себя этого удовольствия первые два триместра, но можно поэкспериментировать и на третьем. Помимо контроля, поза дарит женщине еще дополнительную стимуляцию передней стенки влагалища, где, возможно, находится загадочная точка G. Учитывая, что у беременных повышена чувствительность, это реальный шанс достичь вагинального оргазма. Седьмое – ножницы. Эту позу можно использовать в первых двух триместрах, а иногда и в третьем, если женщина не испытывает головокружения и других неприятных ощущений. Смысл ножниц в том, что партнерша устраивается на спине максимально удобно, если нужно, облокотившись о подушке. Она запрасывает ноги на мужчину, а он ложится к ней под углом и неспешно входит в нее. Из-за небольшой глубины проникновения риск болезненных ощущений минимален. Поза располагает к неспешным занятиям любовью, ласкам груди и клитору и глубокому эмоциональному общению.